Кто этой осенью собрал в одном месте самых актуальных типов? И речь тут не про Мизулиную СИЗО, а про Арни и его второй лэнгвич. Но у них с Мизулиной есть всё-таки одно сходство, они оба не дотянулись до Моргенштерна. И в этом видео я разберу фишки двух треков, чтобы ты мог применить их в своих битах и сделать их чуточку лучше. Йоу, это Арни. Здорово всем пацанам, кто сейчас смотрит школу битмейкинга. Это долгий путь, но я думаю у вас получится. Просто делайте, делайте, делайте. Не зря эта песня стоит второй на альбоме, потому что по энергии она по-моему даже немножко превосходит трек Кизару и Тейп. И при первом прослушивании я сразу поймал той Солджер вайп, если хоть кто-то помнит ещё эту песню с инкора. Я не знаю почему Арни сказал, что записать детский хор это душновато, потому что этот фрагмент делает трек ещё вдвое мощнее. То есть тут Арни записал детский хор не просто потому что он может, а потому что это супер в тему звучит. Кроме хора во вступление играет скрипка на две ноты, фортепиано, который играет какие-то тоже низкие ноты. Ещё какие-то струнные, которые тут играют роль заполняющего пэда и ещё один хор, только уже развернутый. То есть на самом деле дофига всего. В куплете почти всё это пропадает, остаётся фортепиано на низких нотах и появляется струнный инструмент типа виолончели, который играет мелодию на два такта. А перед припевом остаётся только фортепиано и ревёрснутый хор. То есть музыка тут довольно замороченная, а вот драмка по законам Мемфиса довольно простая. Кик играет типичный Мемфис парт, снэрс супер простой, но такой жирненький, хэт играет просто прямую партию и пара опенхэтов, которые тоже играют на стандартных местах. То есть главная фишка этого трека это всё-таки напористые такие мощные куплеты баста и алблака и хор, который в первую очередь эту напористость подчёркивает. И вообще вся музыкальная часть довольно-таки замороченная, но очень грамотно перетасована по треку. Но эта круто выстроенная структура лишний раз подчёркивает крутость и алблака и баста. А все переходы в треке сделаны через простой фу-фу-фу-фу-фу-скрач. Вроде бы во всём разобрались, так что погнали пилить свой тайп. Темп 166 как в Ариге, из-за основы я тоже возьму фортепиано на низких нотах. Сыграем что-нибудь типа... Вот чё-то типа такого, только здесь так же как в начале будет, потом вот так и вот так. Да, это то, что я хочу продублировать на октаву вверх. Чтобы низкие ноты фортепиано играли ритм, немного похожий на ритм 808. То есть не просто ноты на такт, а что-то поинтереснее, повеселее. Я тоже хотел бы записать хор, но у меня есть только сплайс. Так что вокалы. В поиске просто вожу чойер. Кучу времени проводился в поиске. В первую очередь смотрел на госпел и вот всё такое. В итоге налайкал вот такую вот кучу. И в итоге остановился вот на этом варианте. По-моему прикольно звучит. Нужно подогнать его под Т. И он Е-бемоль, так что чтобы он стал Ф-шарпом, нужно поднять его на 300 центов. Ему конечно нужно обрезать низ и вверх. Вот так уже достаточно эпично звучит. Только вот этот момент. Вот этот антантант мне в целом не нравится. Вот этот фрагмент продублирую. Ну так скучновато звучит. Можно сделать его уникальным и конкретно вот этот кусок на 300 центов опустить. Звучит неплохо. Если какой-то кусочек опустить или поднять на 3 полутона или на 5 полутонов, он скорее всего будет звучать в тему. Так можно ли назвать AA Language 2 лучшим русскоязычным альбомом 2023 года? Мою версию ответа вы узнаете чуть позже. А пока поговорим о том, чем меня удивил этот альбом. Во-первых, тем, что это идеальный сиквел. Типа как империя наносит ответный удар после новой надежды. Тут есть все плюсы первой части Лангуаги, но они все усилены до предела. Сам Арни говорит, что успех первой части позволил ему проще и быстрее находить общий язык с артистами. А сами артисты стали больше стараться над своими партами. Темп альбома и вовлечение в прослушивание тоже на совершенно другом уровне. Включаешь, а там БАМ! Бандана 2 в миниатюре. А затем БАМ! Один из отцов ру-рэпа и свежий взгляд на ру-рэп на бите, для которого специально записали хор. И главное, что это все звучит суперуместно. А следом снова тейп, но уже с Токсисом и Чивкифом. И снова новое звучание бита. И далее темп альбома тоже не проседает и несет тебя сквозь треки, которые удивляют. И дают что-то новое. Что-то заходит, что-то нет. Но это гораздо лучше, чем альбомы, которые целиком звучат как один трек. И еще мне показалось, что Арни хотел позвать и Алишера на эту тусу, но... Слушай, я не хочу с ним общаться, ну, типа, вообще. По крайней мере, в ближайшее время. Но тейп предложил заменить все его парты с собой. Так лучше ли это альбом 2023 года? Не знаю, но он точно в моем топ-3. Особенно если считать все альбомы Скриптонита 2023 года как один релиз. А у тебя на каком месте в личном топе АА2? Напиши в комментариях. Теперь скрипочка. По поиску Wilden я нашел ее в Nexus. Я сделал ее в режиме Legato. Это настраивается в Modulation, портамент. Вот Legato 1.16. Вот и все. На ней точно нужен реверб. Но сначала тейп милофай, чтобы сделать ее такой немножко пожеванной. Я немножко съел ее вверх и немножко добавил диста. Ну и после Shimmer с Concert Hall мы выльхала Vintage Verbe со стандартным пресетом. Только микс на 26%. И чтобы добавить эпика, есть вот такая... Оперный голос и спагетти в вестерн-библиотеке для контакта. Прикольно звучит. Играть будет что-то типа... И все. В мелодии осталось два элемента. Развернутый хор и мелодия на струнных. Сначала займусь я развернутым инструментом. У меня это будет не голос, а фортепьяно. То есть я хочу написать какую-то простую мелодию на фортепьяно, а потом ее развернуть. Что-то типа такого. Теперь нажимаем Alt-Y, чтобы это развернуть. И в новом пустом паттерне, консолидейтем все это в вафф. И получить что-то вот такое. Мелодия на струнных будет играть что-то типа ритмоударных. Только можно поиграться с Velocity и акцентами за счет этого. Только в последней части я перенесу это повыше. Выбрал чуть-чуть другой пресет. Буквально тот же, который играет высокую скрипку. Вот так поприкольнее звучит. И на этой мелодии уже висит OTT и Fresh Air. Буквально по чуть-чуть подкрученные. То есть тут 29, тут 18%. Без них звучало бы вот так. Ну вроде неплохо, но не так выразительно. И вновь напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio. От А до Я. Который отлично подойдет даже новичкам. То есть если ты ни разу не открывал FL Studio, по этому видеокурсу ты точно напишешь свой первый бит. Видеокурс стоит 4290 рублей. И чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео и в закрепленном комментарии. Так что напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. Ну и пора приступать к биту. Снэр на чуть пониженной ноте вот такой. Довольно яркий и довольно широкий хай-хэт. Но с супер прямой партией. Открытый хэт ковидо тоже супер простой. Ну и еще один хай-хэт на первый удар раз в 4 такта. Партия кика в меру замороченная. Но тут по факту тоже ничего сложного. Просто вот эта основа, вокруг которой все и строится. Здесь просто тройной удар. То есть вот эти два удара в первом такте и вот эти два удара во втором такте. Это основа, вокруг которой уже все строится. Если какой-то дополнительный удар по кику не помогает ритму, значит этот удар нужно убрать. В 808 у меня это обычный Zay Spins. Он будет строиться по кику. Но при этом игнорировать некоторые издвоенные удары. Немножко убаем его. Ну и раскидаем примерную структуру. Начнется все с голоса, пианино. И оперы. Потом то же самое с битом. Купляйте только виола и пиано. И естественно бит. Перед дропом пропадает скрипка, вот эта струнная 808 и появляется ревернутая пианино. Потом дроп, на который нужно сделать переход со скретча. Вот этот отличный скретч. И не хватает тлипера на мастере, который сделает все мощнее и грязнее. И Гораздо круче. Полная версия этого бита лежит в моем телеграм-канале по ссылке в описании, либо по QR-коду на экране. А мы переходим к следующему разбору. И после мясного и живого бита идет вот такая вот новобудная свистелка. Это один из явных плюсов альбома, это контраст между треками. По звуку мне показалось, что это ближе всего к Е-тайпу. И тут, как и в прошлом треке, довольно замороченная музыка и довольно простая драмка. Открывает трек чуть ли не ретро-вейвовый синт, потом трэп-колокол, который типичный для Е-тайпа. И очень широкий и жирный бас. Ну и автотюнный тейп, который при первом прослушивании производит впечатление. Затем появляются хэты и еще один синт, который играет простую мелодию тип ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. То есть буквально две ноты, между которыми происходит плавный ролл. Наверное, этим он мне Е-тайпа напомнил, потому что такой немного задумчивый ритм и ядовитое яркое звучание. В середине парты Чиф Кифа медленный верхний синт меняется на быстрый. И появляется атмосферный голосовой сэмпл на заднем плане, который добавил сам Чиф Киф. Хай-хэты, снейр, опен-хэты, вокальный сэмпл один на фоне небольшой, это все Чиф Соуса. В мелодии это все, то есть снова пять элементов на трек, как и в прошлом бите, и они все между собой так перетасованы, чтобы все звучало контрастно и интересно. В драмке тоже все супер просто, один сдвоенный удар по клэпу, это самое яркое событие, хэт с парой пробежек, довольно средний парт кика и опен-хэт, который играет с некоторыми киками. Ну и самая сильная сторона трека это Чиф Киф, его присутствие я повторить не смогу, но такое холодное ядовитое звучание мы сейчас запилим, так что приступаем. Начнем с синтов, они все будут на серуме, и почти все будут из вот этого пака звуков, и почти на всех из них будет висеть OTT по итогу. Мелодию возьму примерно как в оригинале, то есть что-то типа... Точно такого же звука для основного синта я не нашел, так что возьму лейер из двух, вот этот будет как бы заполнением к первому, потому что первый более яркий. Конечно можно было бы и поискать еще, но мне кажется такое сочетание звучит неплохо, особенно если сейчас мы покидаем OTT на оба. И уже совсем другое звучание. И настройка одна и та же, я просто убавляю депп, пока мне не понравится звук. Вообще OTT для синтов это как RC20 до low-fire, только бесплатный. А остальные плагины что, платные что ли? Теперь самый важный элемент в этом бите, трэп колокол. Он будет играть раз в четыре такта, подублируем кстати. И вот такой вот басец, который будет полностью повторять ноты синтов. Все, можно выкладывать. Ну и медленный синт, который играет что-то типа ту-ту-ту-ту-ту-ту, я тоже повторю. Отлично, именно так я и хочу. И естественно сюда тоже отправляется OTT и закинуть буквально капельку ревера. 25%? Ну многовато, но звучит неплохо. А вот этот синт у меня будет вместо голосового сэмпла, он будет играть что-то такое, етай-притмическое, типа... Ну вот что-то типа такого. Ага, вот оно. А вот здесь будет ту-ру-ду-ду-ду-ду. Только естественно это надо все убавить. И конечно же OTT. Депт просто 19 и чуть-чуть убавил низкие. Ну и раз то, что досмотрел вот до этого места, то предлагаю тебе прямо сейчас подписаться на канал. Ведь этот видос тебя чем-то зацепил. Так что подпишись прямо сейчас, а мы продолжаем. Ну и финальная мелодия будет вот на этом синте. Она будет заменять быструю мелодию, которая выступает в середине парты Чивкифа. И она будет давать что-то такое немножко нью-джазовое, потому что здесь все-таки есть токсис. Та-та-та-та-та-та-та-та-та, типа... И вот здесь уже пойдет нью-джазик, типа... Вот так, да. Ну типа такого. Задержка неудобно играть. Все вместе. Нужен заходик. Нет. Ага, вот оно. Вот так звучит вся мелодия. Приступим к ударным. И они будут звучать примерно так же, как в оригинале. Тоже с нэйр-клэп. Вот здесь вот задвоенный удар. Вот этот зэй-хай-хэт довольно стандартный. буквально несколько пробежек вот таких. Тройной кик в начале. Вот здесь вот такой двойной медленный. Вместе с некоторыми киками будет играть open head. Вот так. Отключу синтовый бас и займемся 808. Также как и в прошлом бите, он будет почти полностью по кику, пока пропишу его на октаву выше, но он не будет на 100% совпадать с нотами синтов. Да. Еще один из элементов это естественно снова клиппер, в который все должно крашиться и по-моему с ним не звучит прям принципиально круче, но он добавляет какой-то своего прикола. И этот лид надо в сутки убавить. Ну и кроме этого хочу добавить еще один закрытый хэд, который будет ролить на низких нотах. Вот типа вот тут и вот тут. То есть без какой-то жести. Я хочу добавить еще одну фишку. Нельзя сказать, что это прям супер фишка, это просто развернутый хэд. Мне кажется перед сценером он будет прикольно звучать. Все готово. Осталось раскидать структуру. Начну сразу с куска с медленным лидом. Можно конечно сделать как было в оригинале. Типа вторую часть ускорить в два раза. Вот так вот. Так даже прикольнее будет. Только там нет конечно этих частных ускорений. Вот это уберем. Вот это уберем. И вот так. И дроп. Вот такие биты получились. Если они понравились ставь видосу лайк. И оба бита лежат в моем телеграм-канале по ссылке в описании либо по QR-коду на экране. Снова напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio от Адая, который отлично подойдет новичкам. Узнать подробнее у меня. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. И подпишись на канал, если ты этого еще не сделал. И на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. Буду ждать вас в следующем видео.